И ЦСКА, и Динамо, особенно ЦСКА, проводили предыдущие матчи без лидеров, поэтому и изменений много. Итак, сегодня у ЦСКА в воротах. Илья Сорокин под 90-м номером, в запасе Кевин Лаван, 35-й. Тройки нападения у Дмитрия Квартального, первое звено атаки у армейцев. Стаффан Дакоста, 77-й. 27-й Игорь Григоренко, 47-й. Александр Радулов, звено номер один. Второе сочетание в атаке. Роман Любимов, 13-й. Вместе с ним 59-й и 39-й. Симон Хьялмарсон и Ян Мурша. Звено номер три в атаке у ЦСКА. Иван Телегин, 7-й. 8-й Евгений Коротков. И 25-й Владимир Жарков. Пока до опасных моментов серьезно дело не доходило, если не считать того, что у Карпова был сейчас шанс на добивание. И сам момент его броска таким уж опасным не было. Идем дальше по тройкам у ЦСКА. Как и у Динамо, 13 нападающих. Третье звено я вам назвал. Четвертое, соответственно. Николай Прохоркин, вернувшийся из ссылки в фарм-клуб в предыдущем матче. В центре четвертого звена сегодня. 74-й номер у него. 18-й у Дамира Жафярова. 44-й у Евгения Артюхина, который в прошлом матче был капитаном ЦСКА. Сегодня это ответственность на плечах Дениса Денисова, защитника армейцев. И 13-й нападающего армейцев Андрей Кузьменко. У него 96-й номер. Досмотрим атаку Динамо, потом про оборону ЦСКА. Цветков получил шайбу в ситуации, когда можно было еще надеяться что-то изобрести. Теперь это сделать гораздо сложнее. Выталкивают буквально вдоль борта. Армейцы атаку Динамо из своей зоны. Вытолкали. Правда, вытолкали. Похоже, под проброс. Давайте к защите ЦСКА вернемся. Денис Денисов, капитан команды. Шестой номер. Игорь Гурифанин. 57-й. Первая пара. Второе сочетание. 55-й и 28-й. Богдан Киселевич. И он же немец. 9-й и 15-й. Алексей Бондарев и Георгий Мишарин. Пара номер 3. Седьмой защитник. Кирилл Воробьев. 82-й номер. Главный тренер Дмитрий Квартальный. Его помощники. Игорь Никитин и Владимир Чебатуркин. Выигрывает динамовцы в брасывании в чужой зоне. Волков отправляет шайбу за ворота Терещенко. Сопровождаемый защитником. Тем не менее сопровождаемый. Но не более того. Получает возможность комфортом вернуть шайбу за ворота. Что и происходит Марковин. Играет с Волковым. Получает обратно. Получает не очень удобно для себя. И очень неудачно обрабатывает. Поэтому у ЦСКА появляется шанс на контровыпад. Побежали армейцы. Мы поняли, что не получится по крайней мере сходу. И Телегин поехал меняться. Нападающие покатили поатаковать. Собственно сейчас уже меняются и они. Не будем забывать. Был проброс. Поэтому теоретически возможность поменяться должна совпадать с желанием. Поменяться у тех, кто этот самый проброс организовал. Минута 38. Всего позади. Довольно много остановок для такого короткого отрезка. Вспоминая, что в матчах этих команд в нынешнем сезоне. Но большую часть встреч мы показывали. За исключением предыдущей. Последней, которая была недавно. Но так большую часть показывали. Так вот, бывали в этих матчах отрезки. Как раз тогда. Подолгу играли без остановок. А как-то начали с таким. Баскетбольным количеством установок и свистков. Какое бывает на последней минуте в баскетболе сейчас. Первое звено у ЦСКА на льду. Естественно, что те, за кем нужен в первую очередь глаз для обороны Динамо. Опасная ситуация. Бросок Денисова. Подставление от Григоренко. Изменил он направление полета шайбы. Не просто это было для галкипера Динамо. Первая вспышка страстей. Обещает быть всерьез. Где-то в ближайшее время. Но пока до нее всерьез не дошло. Так, собственно, судейскую бригаду мы вам подписывали. Что я не успел сказать. Я и не представился. Ваш комментатор Александр Скачев сегодня. Вот, собственно, наверное, вся вводная информация. Выигрывают вбрасывание армейца. И следует бросок в исполнении защитника Воробьева. Этот бросок проблемой для вратаря Динамо не становится. Потому что он его видел. Контровый под Динамо. Быстро закончить его армейцам не удается. Закрывает зону Мэтт Робинсон. По два человека от каждой команды борются сейчас за шайбу за воротами. Марковин борьбу выиграл. Тут же сыграло партнера. И вот он действительно реальный момент. Первый у Динамо. Те, что были до того, будем считать полумоментами. Вот здесь шанс был очень хороший. Так что, наверное, по моментам, которые стоит считать опасными, пока что ничья не надеет. Лишневский начинает атаку Динамо. Передача на Кокарева хорошая. Прием не получился у нападающего Динамо. Так что сразу забраться в чужую зону не удастся. Очень внимательно. Армейцы в средней зоне действуют. Один человек в чужой зоне. Два на синей линии чужой. Два на своей. Преодоление этого редута, с учетом того, что ЦСКА не просто лидер чемпионата, не просто чемпион страны действующей, а команда, которая фантастически играет с точки зрения организации обороны, преодоление этого редута для Динамо будет одной из основных задач. Вот так вот. В те времена, когда Динамо было главным гегемоном и выигрывало кубки Гагарина, подряд оборона Динамо была образцом. Сейчас таким образцом, наверное, я думаю, что наверняка можно считать именно ЦСКА. Снова не получается закрепиться всерьез в чужой зоне у Динамо. Но пока что ни у тех, ни у других хороших позиционных атак, таких, чтобы они запомнились, таких, чтобы они вырастали во что-то действительно путное, практически и не было. Но по одной максимум. Денисов первым на шайбе в своей зоне должен быть. Силовой прием от Цветкова, тут же силовой прием от Карцумса. И те, и другие в сегодняшнем матче силовой борьбы чураться не будут наверняка, но они и так ее не чураются. И та, и другая команда не относятся к числу мягких. Пацана, если говорить не только про мягкость, а даже про жесткость в плане жестокости, то одна из двух команд еще и довольно много штрафного времени набирает. Но это не напрямую стоит увязывать, безусловно, с жесткостью. Хотя некая корреляция, конечно, не имеет. Пятая минута. Стартового периода. По-прежнему без заброшенных шайб, по-прежнему с минимумом моментов. Так что все пока в качестве затравки, скажем так. Можно сейчас, пока недалеко ушли мы от начала встречи, вспомнить про то, как складывались те матчи, которые уже были. И вкратце, естественно, для того, чтобы вооружить себя знаниями о том, в каком соотношении подошли к сегодняшней завершающей встрече регулярки друг с другом команды. ЦСКА выиграл первую игру. Причем это была игра на самом старте сезона, еще 5 сентября. И для ЦСКА это была вторая игра в чемпионате, а для Динамо вообще первая. ЦСКА выиграл 4-1, затем ЦСКА выиграл, и это тоже была игра в Лужниках, первая и вторая в сезоне, в конце ноября выиграл серий Булитов 4-3, затем следующие три игры были на площадке армейцев, и ЦСКА проиграл 1-2 Динамо в декабре, затем в начале января выиграл 1-0 и проиграл совсем недавно, 15 февраля, 0-2. И вот оно, последнее свидание в регулярном сезоне. Опять же, ЦСКА и Динамо позволили себе положение вне игры на входе в зону, очевидно, и у динамовцев, позволили себе съездить экспериментальным составом. Армейцы в гости к Локомотиву, тем не менее, выиграли в серии Булитов без лидеров. Динамо тоже, в общем, неоптимальным составом сыграла дома неудачность Северсталью. И можно было бы говорить, что задача на регулярный сезон выполнена для ЦСКА, ну и может быть и для Динамо, хотя еще вопрос окончательного места Динамо в пульке Запада – это вопрос, и естественно вопрос попадания на кого-то из соперников. Тем не менее, вот именно игра против ЦСКА для Динамо и против Динамо для ЦСКА – это игра, в которой неуважение к сопернику и экспериментальных, молодежных, не совсем оптимальных и еще каких-то составов не может быть. Кокарев получает шайбу неподалеку от синей линии, в касание переправляет ее в чужую зону. Артурцу зацепиться за нее не удается, но еще был шанс закрыть зону у Яла Свары, не получилось. Динамо снова от своей зоны должно начинать атаку. Соловьев ищет варианты, тем временем ЦСКА меняется, наказать за это поймать на смене никак не удастся. Кокарев быстро пролетел всю среднюю зону, но, собственно, максимум, что получилось, более-менее без проблем через центр закатиться. В эту самую зону Горовяков к Кокареву. И Кокарев под бросок Соловьеву, реагирует Сорокин. Будет добивание? Будет удаление? Добивание это не будет, а вот удаление будет. Первое удаление в сегодняшнем матче, седьмая минута, но перед удалением будет сперва торжество рекламы, как я понимаю. А следом затем две минуты игры. Дмитрий Квартальнов на ваших экранах, его подопечные будут в ближайшие две минуты. Играть в меньшинстве. Семнадцатая команда по реализации большинства. Это, пожалуй, самая грустная статистика из имеющихся важных цифр про московское «Динамо». Лишь семнадцатый показатель, 16% реализация большинства. И седьмое место на этом фоне по игре в меньшинстве у армейцев, естественно, выглядит весьма и весьма хорошими процентами. Если сравнивать большинство друг с другом у команды и меньшинство друг с другом, это будет более показательно. Но игра в неравных составах наверняка первая, но не последняя у нас сегодня. Так что мы к этому вернемся. Пока ограничимся тем, что у «Динамо» 41 заброшенная шайба в большинстве. У «ЦСКА» 40 пропущен. Полминуты от игры 5 на 4 позади. «Динамо» гоняет шайбу по всей площадке за вычетом чужой зоны, по сути. Цветков выкатился из своей зоны, нашел Карпова, тот вошел через центр и на Карпу. Положится в зоне. Задача «Динамо» – кого искал Карпу? Я думаю, что он искал Осипова. Осипов думал, что он его найдет где-то в другом месте. Ближе к центру синей линии. Несогласованность. Вроде и в зону вошли хорошо динамовцы, а встать расположиться не получилось. Это не проброс, это проброс. 17-я команда по большинству. 16%. Но вот что такое 16% большинства по сравнению с 27, которые есть у армейцев? Это 41 гол, а у «ЦСКА» 70. Вот вы почувствуете разницу. Это без малого три десятка шайб. Поэтому, когда говорится о том, что, ну, 16% неплохо, неплохо, на 30 шайб меньше. Это при том, что количество раз, которые играли в большинстве «ЦСКА» и «Динамо», оно сопоставимо. Всего на 6 раз различается. А вот количество шайб на 29. Вторая минута игры в большинстве у «Динамо», которая пока что первой минутой хорошо символизирует то, что играет в большинстве так себе. Глазычев на скорости получил передачу через разреженную зону. Вкатил в зону, и вот здесь, может быть, наконец, у «Динамо» получится расположиться. Волков на правом борту. Осипов на синей линии 1. Волков решил бросать. Бросил для Сорокин. Это не стало, а, неожиданностью, б, проблемой. Не стало проблемой, потому что никого на пути следования шайбы. И даже, если так объективно говорить, никого с шансом добить. Не то, что уж закрыть видимость вратарю. Был неподалеку Алексей Терещенко, но это настолько неподалеку на суле, что в километре. 32 секунды, 34, если быть точным, до момента, когда вернется на лед пятый хоккеист у «ЦСКА» Робинсон. Снова один защитник остается у «Динамо». Вишневский потихонечку смещается вглубь зоны. Даугавинч, Робинсон. И подбросок к Вишневскому. Успел уже вовремя сесть Сорокин, положил щиток. Проблему для «ЦСКА» отвел. Отскакивает шайба обратно на площадку, но она перед этим вылетела. Выше бортика, где сидят запасные. Так что еще 15 секунд большинства, и можно будет говорить, что «Динамо» своим шансом не воспользовались. Можно ли говорить, что совсем ничего не было в большинстве, даже если за эти 15 секунд ничего не удастся создать? Но это будет преувеличением. Можно ли говорить, что не было ничего опасного? Да, пожалуй, потому что бросок Вишневского был сколько-то опасным для Сорокина. Требовал своевременной реакции. Но бросок, который был до этого, был абсолютно читаемым. И, собственно, вообще проблемой «Динамо» Кипра не являлся ни в какой степени. Придется повторить выбрасывание. Теперь вместо Горовикова Даугович. Одну секундочку, соответственно, надо будет отмотать назад. У ЦСКА. Получается выиграть выбрасывание. У ЦСКА получается отправить шайбу в чужую зону. У ЦСКА получается без проблем отыграть первые две минуты в Минчинске. Первая команда чемпионата и третья команда чемпионата. Логично, что, в общем, по многим значимым, хорошим, позитивным показателям эти команды будут схожи. С другой стороны, понятно, что не по всем. Робинсон заряжает от души. Душа широкая. Тем не менее, с точностью явно проблема в этом броске. Первая тройка ЦСКА поехала в атаку. Радулов не очень удачно расстался с шайбой. Фактически подарил ее Горовикову. Попытка вернуться сразу же. До Коста на Радулова. Радулов в глубь зоны. Там никого из армейцев. Там исключительно динамовцы. Потихонечку-полегонечку к середине периода катят команды. Даже две минуты большинства не смогли изменить пока что тенденцию того, что моментов не очень много. Другойственно, я вам совсем недавно переназвивал счета этих команд в нынешнем сезоне. И вот тот относительно недавний, не последний, но недавний матч, завершившийся с отчетом 1-0, можно вспомнить, хотя там моментов, в принципе, хватало. И там проблемы были в завершающей стадии атаки. Здесь пока что до завершающей стадии, до хорошего броска дело почти не доходит. Но всего 10 минут позади, впереди как минимум 50. Карсунс. Можно считать это броском? Можно. Скорее это был такой пастерый наброс в расчете на Карпова. В любом случае, для того, чтобы быть острым и опасным, ему не хватило точности. Карсунс в своей зоне, середина первого периода. Про первый период, как раз вот первый период, это время, когда у ЦСКА и у Динамо, несмотря на то, что они довольно близко к турнирной таблице в целом, показатели довольно разные. ЦСКА лучшая команда, что неудивительно. По первым периодам в лиге вообще Динамо лишь один. И Алас Вара в своей зоне с Соловьевым не торопится, потому что в средней зоне все закрыто. Поэтому здесь надо найти вариант, кого отправить шайбой в чужую зону. Вариант нашли. Волков закатился, но дальше ему абсолютно не с кем было делиться. А Лазушин оставляет шайбу за своими воротами Соловьеву. И пятерка и армейцы сейчас расположились в зоне Динамо. Ну, если Динамо будет еще подольше раздумывать, как выбираться из зоны, то армейцы пятером регулярно будут. Умение играть в чужой зоне, умение навязывать силовую борьбу и за счет этого отбирать шайбу у ЦСКА одна из визитных картчик в нынешнем сезоне. Муржак оставляет к Ялмарсену. Ялмарсен бросает не точно. Ну и это типичная ситуация, вот когда в большинстве такой бросок наносится. Часто говорить, что он плохой, потому что вот после такого именно броска шайба почти наверняка, если бросок сильный, через борт вылетит в среднюю зону, атака завершится. Поэтому важно, может быть, даже не столь сильно, сколько точно в данном случае бросок. Именно с этой позиции. Горовиков начинает атаку Динамо. Рядом с ним бежал Кокарев, ему и доверил шайбу. Дальше Карсунс. Карсунса Панин в своей зоне встретил не особенно любезно, но в рамках правил Вишневский встречает без особого гостеприимства Радулова на своей синей линии. До Коста. Передача на Радулова, которую прочел Горовиков. Горовиков не торопится, причем понимал, что за спиной у него Радулов, но абсолютно спокоен был Горовиков. Чувствовал, видимо, где находится Радулов и понимал, что не позволит ему отобрать шайбу. Шайбу. Максима Соловьева, день рождения. 12-я минута первого периода, момент, который выбрали. В Лужниках для того, чтобы поздравить Максима Соловьева с днем рождения. Наверное, хороший момент, потому что кто знает, что будет дальше. Может быть, Соловьев сегодня отметит свой день рождения с заброшенной шайбой, с результативной передачей и еще ничего позитивного. А может быть и нет. Поэтому при 0-0, наверное, вполне удачный момент выбран. 12 минут, без одной секунды позади. По-прежнему не самая сложная игра для голкиперов обеих команд. И у ЦСКА, и у Динамо с голкиперами нет проблем. Ну, если не считать проблемой, незнакомая по-советским, например, временам людям чувство выбора, возможности выбора. Потому что если есть большая проблема у квартального и Виталинша, это то, что у них хорошие голкиперы и не в единственном числе. Но вот у ЦСКА сейчас Лалан в запасе, Галимов поправляет здоровье. И Илья Сорокин, для него сегодня пятая игра за ЦСКА. 95% с лишним отраженных бросков. Хотя здесь судить по, конечно, тому количеству матчей, что он сыграл за ЦСКА, нет смысла. Ну, а что касается Лазушина, у него 19-я игра. Но у Динамо и вовсе, несмотря на то, что, да, есть Еременко, который сыграл 32 игры, Лазушин играет 19-ю, у Широченков уже 13-ю. У них прекрасные показатели. В зоне Динамо. С чем связана пауза на выбрасывании, сказать сложно. Коротков пошел о чем-то поговорить с Телегиным. Сперва посмотрел на защитника Банина. В итоге уступил место Телегину на точке выбрасывания. И это ничего не изменило с точки зрения того, что вбрасывание выиграли Динамо. Денисов первым на шайбе. Здесь у Тереченко шансов особых не было. Соловьев снова ищет вариант сделать передачу под чужую синюю линию. И снова с этим возникают проблемы. И проблемы не в Соловьеве, а в том, что свободных людей, которым действительно можно сделать передачу, и она пройдет, не наблюдается. А Робинсон предоставляет нагуравшему скорость Вишневского поискать пути в чужую зону. Но Вишневский поискал, поискал сам. И в итоге уже вкатывался в зону Югора Дуги. Сирия силовых приемов в средней зоне, но пока что все это без каких-либо эксцессов и последствий. Вообще довольно много людей в той и другой команде. Так возвращаясь к дню рождения только что объявленному стадиону и поздравлением в адрес Максима Соловьева. У нескольких человек вчера, позавчера были дни рождения. Хороший шанс. Давненько не было таких хороших шансов и у тех, и у других. У Динамо, по сути, вообще один шанс был. Но вот Саискатель, наверное, второй при желании, но можно говорить, наверное, третий хороший шанс. Третья возможность проявить себя для галкипера Александра Лазушина. Проявляет себя с лучшей стороны в очередной раз. Так вот, несколько сразу человек, но вчера был у Кевина Лаланда день рождения. И поэтому редактор сегодняшней трансляции Денис Дисюк, как философски предположил, может быть, поэтому Лаланда сегодня в запасе. Тут просто и в случае с ЦСКА, и в случае с Динамо, я начал говорить перед рекламой, вопрос не в том даже, кто сколько сыграл. Сколько сыграл у армейцев Лаланд, а сколько сыграл Галимов. Вопрос в том, что абсолютно феноменальные показатели у Лаланда, и поэтому говорит, что вот Галимов сыграл больше матчей. Поэтому Лаланд второй, ну это такое довольно рискованное утверждение. В случае же с Динамо, да, у Еременко 32 игры, но у Лазушина и Ширыченкова, 19-е у Лазушины, 13-е у Ширыченкова. И их показатели лучше, чем у Еременко. И здесь дело не в цифрах, а в том, что они тоже потрясающе играют. Поэтому вопрос правильного выбора на плей-офф. Сорокин тем временем зарабатывает себе весты. Вот она, атака Динамо, в которой он проявил себя по полной программе. Я уверен, на повторе мы сейчас на паузе посмотрим. Но мне кажется, что в первом случае действительно сложный сейв был для галкипера ЦСКА. Сейчас будем дожидаться повтора. Смотрим. Перевод от Светкова, бросок от Скарпова. Ну, по факту, Шайба, по-моему, даже попадает в Плюшку Прохоркина, а во втором случае штангу. Ну, а вот то, что недавно перед этим было у Лазошина. Никому не стал уступать место на точке. Любопытная ситуация, которую, ну, по телекартинке вы не увидите. В тот момент, когда еще защитник ЦСКА находился за своими воротами, два нападающих армейцев, не один, а два, в этой атаке, которая завершается взятие в ворот, уже ждали на чужой синей линии для того, чтобы создать возможность разного развития атаки. И быстрая атака ЦСКА превращается в заброшенную шайбу. За 4 минуты и 51 секунду до окончания первого периода ЦСКА уходит вперед. Статистика Владимира Жаркова. Здесь, безусловно, стоит выделять не только Жаркова, но и человека, сделавшего ему передачу, потому что вот эта внятная передача, после которой Жарков сумел сам для себя соорудить голевой момент, тоже заслуживает того, чтобы быть отмечен. Для Жаркова 14-е очко, 8-я шайба в сезоне. Но Евгений Коротков, какой у него, второй голевой пас в сезоне, четвертый набранный очко всего лишь, но с другой стороны сыграл, коротко сколько сыграл, 24-я игра для нападающего армейца. 1-0 в пользу ЦСКА. Тут важный момент, что еще довольно долго играет до конца периода, поэтому нельзя говорить, что прямо вот сейчас тут уже ЦСКА уйдет, введя в счете на первый перерыв. И сейчас важно, что будет сразу после этого первые 1-2-3 смены. Здесь традиционно те, кто забросил, пытаются на гребне успеха добиться большего. С одной стороны, с другой стороны, для тех, кто пропустил, крайне важно отодвинуть игру от собственных ворот по возможности навязать игру сопернику. Динамо попробовала поатаковать, но следующее выбрасывание снова в зоне Динамо. Одного ассистента, по крайней мере, пока назвали арбитры в этой заброшенной шайбе у ЦСКА. Если ситуация изменится, мы узнаем об этом не раньше. Окончание перерыва. Динамовцы выбираются из зоны. Выбираться-то выбирается, кто скажет, что не выбирается. По факту выбираются, но передача Миронова была не передача. На выход шайбу отправил. Никому и в никуда. Вот здесь у Динамо может что-то получиться. Да, Оговинч подождал партнера, оставил Кокареву. Кокарев показал, что будет бросать, не стал. Затем попробовал набросить на пятачок, попал в армейца. Да, Оговинч, хороший перевод. Горовиков обратная передача. Не глядя, и это ситуация, когда иногда лучше посмотреть, чем не смотреть. Великовато количество браков в передачах у динамовцев. Оно очень велико сейчас после пропущенной шайбы. Это, наверное, ну, можно как-то там объяснить с точки зрения. Вот удар по самолюбию пропущенной шайбы, хотя это с натяжкой все. Но великоват процент браков в передачах в целом по первому периоду. И это отчасти проблема с точки зрения созидания довольно серьезная. Артюхин надеялся, что кто-то из защитников сможет эту шайбу подобрать. Его надежды не оправдались. Армейцы должны возвращаться в свою зону. И здесь Прохоркин убежит. Да, Прохоркин добежал первым, проброса не будет. Показал свою скорость Яна Яласваров. Прохоркин показал Яласваре. Жофяров. Хорошая передача на Артюхина. Артюхин не сумел переиграть Лазушина в, как это принято говорить, ближнем бою. Но он был ближним именно с точки зрения того, что у Артюхина не было вариантов. Особенно так переложить, сяк переложить. Нужно было либо бросать, либо делать передачу. Тем не менее, очень хорошая передача от Жофярова прошла на Радулова. Я бы ее не забывал. Телегин пытался бросить сходу. Бросить получилось. Попасть в спор нет. И Телегин сейчас укатив за ворота, приложил кого-то из динамовцев силовым. По-моему, именинника Соловьева. Да, именно его. Больше двух минут остается играть. Минимальный перевес. Чемпиона страны. Который, в общем, логичен, если исходить из количества созданных моментов. Быстрая атака Динамо. Волков бросает момент. Но внимательнее для голкипера Сорокина. С внимательностью у Сорокина. Все хорошо. Вот с другой камеры повтор момента. И вы видите здесь, безусловно, Телегина тоже стоит упоминать как человека, который пригодился. То есть свою роль сыграл Телегин. Так бывает в общих ситуациях. Так часто бывает в большинстве, например, когда человек, играющий на пятачке, не касается шайбы, но заслоняет видимость вратарю. Здесь Телегин, он не заслонял видимость вратарю. Он просто-напросто вытягивал внимание голкипера Лазушина, который вынужден был. Шайба где-то рядом. Телегин тут шурует клюшкой. Естественно, Лазушин вынужден на него переключать внимание. И тут выкатывается Жарков чуть-чуть поудобнее и переправляет шайбу мимо Лазушина. 100 секунд в распоряжении команд, чтобы забросить еще одну шайбу в первом периоде. Бондарев торопиться не будет. Есть варианты. Находит Григоренко. Григоренко сам будет закатываться. Оставляет Радулову. Тот тут же до кости. Передача вроде на коротке, но неудобная. То ли принимал неудачно до косты, то ли все-таки ждал, что поудобнее будет пас. Киселевич, Григоренко. И шайба вылетает. Сарикошетев от Динамовца в среднюю зону. Летит в армейскую немец Киселевич. Не удалось Радулову за шайбу зацепиться. Сейчас смена у ЦСКА заканчивается. Остался один Радулов. Вот предыдущий в тройке нападения защитник. Сейчас тоже потихонечку меняется, но тоже не все успели. Вот сейчас появился Панин и успел поменяться Киселевич. Тем временем Радулов. Ну, Радулов при желании и две смены может. А то и три, если ему не скажут, что надо уезжать. Ну, а сейчас на Радулове Динамо зарабатывает две минуты штрафа. И 51 секунду из этих двух минут ЦСКА будет играть в большинстве в первом периоде. Хватит ли этого времени? Вопрос. Угадай-ка. А вот то, что мы сейчас с вами увидим одно из самых грозных орудий в распоряжении чемпиона, это без вопроса. Лучшая реализация большинства в лиге. 27,3%. 70 голов на 256 предыдущих попыток. На 11% и 29 заброшенных шайб лучше, чем у Динамо. Игра Динамо в меньшинстве, вот то, что дает основание говорить о том, что здесь коса на камень. Может быть. Потому что Динамо не лучшая, но почти лучшая. Вторая команда по надежности меньшинства. 87% надежности. Лишь 28 пропущенных шайб в сравнении с четырьмя десятками у ЦСКА. И при этом Динамо еще и гораздо реже оказывается в меньшинстве. Но это для какого-то другого момента повод поговорить. Но, тем не менее, на 45 раз меньше играли в численном неравенстве в меньшинстве Динамо, чем армейцы. Василевич на синей линии. Муршак. Ищет варианты. Муршак с кем бы поделиться шайбой. Нашел вариант. Вариант с Бондаревым. Казалось бы, Бондарев был под присмотром. Но, с другой стороны, ситуация с точки зрения Горовякова не была сверхопасной. И поэтому Бондареву дали принять. Он тут же бросил. 15 секунд всего остается до сирены об окончании первого периода. Что нам это с вами говорит? Это говорит нам с вами о том, что вероятнее всего реализация большинства станет делом второго периода. Но, тем не менее, еще 12 секунд. Так что торопиться не стоит. Но здесь просто вопрос того, где не очень удачно играл первый период. На сей раз гораздо больше. Второй период начался. Начался при счете 1-0 комфортным для ЦСКА, безусловно. Хотя ничего никому не обещающим, потому что разница в счете минимальна. А вот то, сумеет ли ЦСКА забросить за первые 70 секунд, значение, безусловно, будет иметь. Но, в любом случае, у ЦСКА есть возможность с комфортом начать второй период. Даже если не забросить, то с удовольствием поатаковать. Такая возможность осталась с удалением, которое состоялось еще на последней минуте периода номер 2. Кокосто. Перевод на Радулова. Сразу бросать Радулов не стал. Подключил немеца. Кокосто подбирает шайбу за воротами. И ее подкидочкой делает в направлении. Перебрасывает в направлении Радулова. Не первый раз мы видим по сегодняшнему матчу, когда рядом с Радуловым оказывается Горовиков. И решает проблему Радулова. Но проблему Радулова надо решать 60 минут. Поэтому пока Горовиков, когда оказывается в одной смене рядом с Радуловым, очень-очень удачный. В том числе и сейчас. Перехватил передачу, направленную лидеру от АКЦСКА. 8 секунд до окончания большинства. До Коста. Неплохой бросок по задумке. Неплохой в принципе по исполнению. Но бросок мимо створа, поэтому безопасный. Возвратился Дугин. В полном составе Динамо. Не поехал сразу меняться. Вот сейчас покатил Динамо на смену. У Динамо такая вялотекущая смена идет. Нападающие потихонечку меняются. Соловьев в своей зоне. Три армееца остались. Длинная передача от Соловьева. И вот здесь пример, когда вроде бы два нападающих Динамо открывались под возможную передачу. На самом деле достать можно было пасом только одного. И его очень внимательно контролировал Киселевич. Поэтому вот так вспоминая гол ЦСКА. И вспоминая то, что как раз перед голом я начал вам тогда говорить. Армейцы периодически с большим успехом терроризируют угрозами оборону Динамо. Создавая несколько вариантов паса из своей зоны к чужой синей линии. Еще когда до паса несколько секунд. И вот эти ситуации они приводили несколько раз к быстрым атакам сходу. И в том числе привели к той атаке, которая завершилась взятием ворот. У Динамо так не получается. ЦСКА в средней зоне. Первые двадцать, сколько уже, двадцать две с половиной минуты этого матча выглядит предпочтительно. Синицын показал, да и я брошу. Ему дали, он бросил. Селегин вдоль борта отправляет шайбу за ворот. Армейцы меняются по ходу. Но второй период здесь в среднем. И в общем, и это чистая правда будет, меняться несколько сложнее командам. Поэтому чаще можно увидеть, когда кто-то кого-то ловит на смене. Но тем не менее, если ты развиваешь атаку и развиваешь ее так уверенно, то иногда это позволяет кому-то одному, иногда даже двоим поменяться по ходу. Возникает момент, полумомент у Динамо, который не завершается сразу же броском. Но атака на этом не заканчивается. И продолжение было куда опаснее того, что было в начале передачи. Последовавшие на Алексея Терещикова и подставления в касание могли завершиться взятие ворот. Могли, но не завершились. Снова армейцы всей пятерки в средней зоне ждут. И снова Динамо избирает путь, который несколько раз уже доказывал свое право на существование для Динамо по нынешнему периоду. Взял шайбу, кайти в чужую зону сам. Потому что искать передачи на чужой синий почти безнадега в большинстве случаев. Причем что из своей зоны, что от своей синей. 3.21 сыграно во втором периоде. Если говорить про вторые периоды, помните, я вам говорил про первые, что там ЦСКА первый в лиге, а Динамо лишь одиннадцатая. Вот во втором периоде уже команды рядышком стоят. ЦСКА по-прежнему первый, что логично для чемпиона. А Динамо второе. Киселеевич в своей зоне получил шайбу от Денисова. Переправил ее в среднюю на Дакосту. Дакосту сбрасывает первое звено у армейцев на льду. Закрепиться в зоне не удастся, может зацепиться за шайбу не дадут. Григоренко. Григоренко, наверное, искал Радулова. Не очень получилось, но проблемы не возникло. Нашел Денисова. Просто армейцев из своей зоны придется начинать атаку. И уже смена получилась достаточно длинной. Поэтому опять же остался Радулов. Двужильный или трехжильный. Ну а все остальные успели поменяться. Радулов поменяется позднее. Но в рядышком были сейчас на льду Горовиков. Радулов так еще не раз будут по ходу сегодняшнего матча. Ялморские любимых появились у ЦСКА. И вот сейчас для Динамо шанс. Кокарев. Отпустили Кокарева. Выпустили его на свободный лед. Кокарев сделал два шага. Решил бросать. Причем так чуточку встал перед этим на тормоза. Бросал вроде бы с комфортом. Но не попал. Горовиков переводит под бросок Елосвари. Этим броском Сорокина никак не смутить. Но у Елосвари не было комфорта для броска. Потому что он не имел возможности подработать. Шайбу подготовиться. Махнуть. А с броском у него все хорошо. Потому что иначе рисковал под то, что шайбу А. Перехватит. Б. Подставит. Соперник убежит. Поэтому бросок у Елосвари и не получился. Но по-другому у него просто не было возможности. Меняются. Динамовцы. И вот сейчас та самая ситуация, в которой иногда вот эта вот многожильность. Например, Радулова. Он далеко не один человек в мировом хоккее, который чувствует себя лидером команды. А я еще на сменку останусь. Она может выйти боком. Потому что теперь у Радулова третья смена. Вторая у тех, кто устроил проброс, и третья у Радулова. Поэтому если Динамо, выпустившая и наложившаяся свежую пятерку, сейчас выиграет сбрасывание, то на фоне уставших армейцев и сильно уставшего Радулова. Борьбу за шайбу выиграли. Сохранили шайбу в зоне динамовцы. Осипов. Даскали что-то извлечь Динамо вот из этого преимущества в свежесть. Это настоящий момент. И это не удаление со стороны Радулова. Возмущенная реакция трибун, которые, понятно, на процентах 90, наверное, заполнены динамовскими болельщиками. Но по эпизоду этому казалось, что это верняк ударения. Хотя здесь всегда есть хорошая отговорка. Арбитрам виднее. С учетом того, что их двое, и они по логике должны быть рядом. Юрий Рен или Роман Гоцман. Вот, давайте посмотрим. Вот Радулова. Вот Плюшка Радулова. И вот орбитр совсем рядом. Роман Гоцман. 5.13 позади во втором периоде. Вбрасывание в зоне Лазушина. Он уже немец слишком быстро думал. Он уже все продумал для себя наперед и уже явно продумал, как он делает передачу. И когда надо было только останавливать шайбу, он совершал движение уже, как будто шайбу пасует. В итоге шайба перескочила у него через крюк. И вместо атаки ЦСКА надо сейчас, так сказать, снова пути в чужую зону. Но с чем, правда, у армейцев, если так вспоминать, первый период особых проблем не было. Нельзя сказать, что огромные проблемы с этим у Динамо. Но проблем с входом в зону у Динамо ощутимо больше из-за того, как уверенно ЦСКА организует свою оборону еще начиная со средней зоны. Робинсон вошел в зону через правый фланг, получив передачу, переправил шайбу в центр. Волков с разворота шайба рикошетит от конька кого-то из армейцев. Немец, ну вот это-то две минуты, но здесь тоже. Тут по совокупности не скажешь, потому что разные люди у ЦСКА. Но если бы здесь ЦСКА не раздалось, было бы несколько удивительно. Роман Гоффман крупным планом отправляет на две минуты. Он дружает немеца. Вообще у Гоффмана по нынешнему сезону забавная статистика его матчей, которые он работал на Динамо. Пять матчей и пять побед у Динамо. С одной стороны понятно, что Динамо очень много выигрывает. Но с другой стороны, это же Гоффман, мы с ним выигрываем. Поэтому если он до этого не свистнул, ну извините, вы с ним все равно выигрываете. Отбрасываются армейцы в чужую зону. Большинство не первое у Динамо, мы видели в стартовом периоде. Тогда ничего в большинстве серьезного создать не удалось. Два броска из серии «Потренируй Сорокина чуть-чуть». Кокарев, Кокарев, Коровиков. Ну вот теперь можно констатировать, что Динамо расположилось в чужой зоне. Будет что-то изобретать. Что изобретет Кокарев? Изобрел пас Вишневскому. Вишневский изобретать ничего не стал. Вернул Кокареву. Рядом с Кокарем дое. И спокойно здесь нельзя сказать. Вот бывает так, что команда как-то потрясающе, феерично действует в меньшинстве. Или какие-нибудь подвиги совершает. Или прям невероятно умно. Нет, здесь ЦСКА этого не потребовалось делать. Просто Динамо, расположившись в чужой зоне, оказалось в неком ступоре. Не зная, кого же дальше делать передачи, всех разобрали. Вот сейчас со входа в зону момент. Карпов бросает шайбу, взмывает в воздух. Убирают ее с пятака армейцы. Ялосвар успеет. Нет, не успевает. Ялосвара первым к шайбе. А Любимов выбрасывает ее из своей зоны. Им чуть меняться. Муршак и Хялмарсом появились нападающие у ЦСКА. Оп. Ялосваре на вход в зону. Ялосвара вошел, бросил. И для Сорокина большой проблемой не стало. Но он хотел поймать эту шайбу. А сумел только отбить. Так что пока это за две возможности поиграть в большинстве. Уже за три с половиной минуты в этом матче. Лучшее, что было сделано Дина. С точки зрения бросков, понятно. Но еще есть 15 секунд большинства. Может быть все-таки что-то удастся изобрести действительно шикарное. Хозяевам Ялосвара Цветков. Соловьев ждет передачи. Получает. Но Соловьеву надо было останавливать эту шайбу. Если бы у него был хват другой, он мог бы бросать сразу. В полном составе ЦСКА. Тем временем Карсум сдемонстрирует лихие пируэты в чужой зоне. В этом силовом приеме поводов для удаления не было. ЦСКА отбился две минуты. ЦСКА хочет поменяться. ЦСКА не испытал серьезных проблем. Бросок Ялосвары. Лучшее, что сумели создать Динамовцы за это время. Но от силы, скажем так, вынуждившие вступить в игру Сорокина. Если бы партнеры Ялосвары быстрее шли на добивание, может быть что-то было бы. Но с учетом того, что Ялосвара получил передачу сразу с обхода в зону, там просто физически некому было поспеть. Там, ну, я не знаю кто-то. Электроник с сумасшедшей скоростью или какой-то там флэш из западных. Каких-то супергероев. Вот если бы такие были, вот он бы может успел на добивание. Какой-то еще. Пока что активнее всех с точки зрения произвести впечатление на соперника, мне кажется, болельщики Динамо, которые на болельщикском секторе очень уверенно стучат барабаны и кричат Динамо. Но, мне кажется, это больше, наверное, давит на хоккеистов ЦСКА. Так, вот это... Искал глазами второго арбитра, честно скажу, Юрий Рен тут так. Мимикрировал со льном. Нашел. Нет, не будет удаления на Радулове. Дмитрий Синицын подтолкнул легонечко Радулова. Легонечко Радулова можно. Вишневский получил от Робинсона, который первым был на шайбе и быстро доставил шайбу в чужую зону. Вот опять же ситуация, в которой кто-то скажет «Динамо атакует ОГОГО». Динамо проводит атаки в ходу, завершая их бросками. Это позитивные изменения, по сравнению с первым периодом? Да, таких атак стало больше. Но нельзя рассчитывать не только голкипера Сорокина, потому что он играет в ЦСКА или там играл в молодежке. Но голкипера Пупкина нельзя рассчитывать в современном хоккее, пробить таким броском с острого угла, если он не абсолютно невероятной траектории, если никто не идет на добивание. На добивание никто не успевает в «Динамо». Не успевает, не успевает, не успевает и не успевает. Раз за разом. Середина матча тем временем. Невероятно результативная игра. Собственно, никто не удивлен. Впереди у нас с вами рекламная пауза. Лидер от акции СКА. Статистика 41 последний матч. 68 набранных очков. 44 игры в сезоне, 70. 141 минуты штрафа. Вот, кстати, любопытный был момент. Я сейчас не вспомню дату, и это не важно. Но это было месяца полтора-два назад, наверное. Когда в интервью, дававшего сегодня в перерыве интервью, кстати, Артюхина, спросили, а вот вы не лидер по количеству штрафных минут в ССКА? Как это вот вы так, мол? И он сказал, а я и не расстроен, а пускай Радулов будет и по этому показателю лидером, а я по какому-нибудь другому был. Но вот с тех пор времена поменялись, и Евгений Артюхин лидер по количеству штрафных минут в ССКА. Но он недалеко ушел от Радулова. 141, 151. То есть количество штрафных минут потрясает. Потрясает ли эта атака «Динамо»? Ну, кое-что в ней было. Главное, что стоит, наверное, считать позитивным в игре «Динамо», применимо к тому, что сейчас матч перевалил через экватор, что «Динамо» начинает играть в атаке потихонечку, но добавляя по второму периоду. С учетом того, что ССКА во втором периоде момента создает ощутимо меньше, чем в первом. При счете 1-0, в общем, у «Динамо» все еще шансы в наличии. При счете 1-0, по крайней мере. Поршек на «Денисова». «Денисов» из своей зоны выкатил. Сам будет входить в «Чужую», сам будет бросать капитан армейцев. Вот вам и Любимов, и Ялмарсон на выбор. Делай передачу «Не хочу», и «Не хочу», сказал капитан ССКА. «Не хочу и не буду», бросил сам. И сам едва не успел на добивание. Если бы Лазушин был неоперативен с собственным подбором, то Денисов мог бы вот так взял шайбу в своей зоне, прикатил в «Чужую», бросил и потом добил забросить. Но это такой оптимальный был бы сценарий для капитана ССКА. Первое звено на льду у армейцев и тройка Терещенко у «Динамо». Выиграл сбрасывание по факту армеец, но спутал карты ССКА, по крайней мере, чуточку майоров, который очень оперативно сразу рванул наперекор и наперерез к шайбе. И поэтому ССКА не получилось так вольготно. Мы сейчас тут придумаем как разыграть. И еще разок до Коста будет на точке выбрасывания, только теперь не против Терещенко, а против Волкова. Волков выбрасывание выигрывает. Выигрывает назад там Вишневский. Ну и Робинсон – одна из ключевых фигур для московского «Динамо» в нынешнем сезоне. Причем не с точки зрения обороны, а с точки зрения созидания во многом. До Коста. Ох, до Коста! Хороший момент. Если бы он еще завершился даже не голым, а хотя бы бросковым поворотом, это был бы шедевр Радулов. Тыльная часть у своего тела тоже может затолкать кого угодно. Так что сейчас Робинсон вот так, ну назовем это спиной, заталкивал. Семь с половиной минут играть, так что, соответственно, 12.25. Больше, чем у остальных. Но здесь есть человек в этом списке и вообще у ЦСКА, которого стоит выделять, потому что, ну, кто бы не забросил больше всех, автор «Золотой шайбы», особенно когда она приходит через 26 лет. Это человек, который вписывает свое имя в историю. Безусловно. Ян Муршик стал автором «Золотого гола» для ЦСКА в нынешнем сезоне. И я думаю, что этот факт как-нибудь по окончании сезона, ну, наверное, ЦСКА отметит. Именно его шайба была победной в том матче, который позволил ЦСКА, соответственно, оформить чемпионство досрочно. Ну, а сейчас ЦСКА пытается создать что-то в чужой зоне. Артюхин высится глыбой на пятачке, но найти его передачей было довольно затруднительно. Прохоркин, казалось бы, уже упал в борьбе с Синицыным. Казалось бы, но Прохоркин и Леша большая сила. Вообще вопрос того, насколько на Прохоркина позитивно подействует ссылка в фарм-клуб, насколько это воспитательная мера, которая нередко случается с очень одаренными хоккеистами в разных странах и чемпионатах. И зачастую приносит пользу, насколько она пригодится. То есть понятно, что она должна мотивировать, она должна мотивировать ценить каждую минуту, каждый матч, полученный тобой. Но всегда ли это так? То есть можно вспомнить какие-то ризматические истории для отечественного хоккея. Ну, например, Халамов и Чебаркуль, наверное, самая первая история, которая приходит в голову. С учетом того, что у нас, конечно, сейчас молодое поколение не очень хорошо знакома с историей не только спорта, но и чего угодно. Но, тем не менее, по крайней мере, фамилию Харламов по фильму, наверное, многие слышали. Что такое Чебаркуль? Узнаете, поищите. Для тех, кто помнит, в общем, наверное, подходящий пример. Другое дело, станет ли Прохоркин таким, как Харламов, и станет ли вот эта поездка в Фаркуль для него таким же воспитательным моментом. Это вопрос, ответ на который просто пока не существует в природе, но будет получен через некоторое относительно небольшое количество времени. Треть второго периода в распоряжении команд, чтобы второе голевое чудо свершилось. Пока что команды ограничились одним, ну и, опять же, вспоминаю, что среди пяти матчей нынешнего сезона, которые были между этими командами, было немало и тех, где забрасывалось чуть-чуть, удивляться не приходится. Ну, опять же, с учетом чего? С учетом того, что, с одной стороны, конечно, ЦСКА, вторая по результативности команда в КХЛ, но главная сила ЦСКА в том, что она хорошо играет в атаке, очень хорошо, но она потрясающе обороняется. Главная сила Динамо, и здесь не вместе Динамо дело, хотя Динамо третья команда по пропущенным шайбам, а ЦСКА первая, но, тем не менее, это подчеркивает, но главная сила Динамо и до Виталинша, и при знарке, и после знарка, главная сила, безусловно, надежность собственной обороны. Поэтому, когда две такие команды встречаются, которые умеют в обороне играть, понятное дело, что рассчитывать на 8-7 затруднительно, особенно часто в сезоне. Но что может дать подвижку, что может подтолкнуть к голевым свершениям? Вот то, что сейчас происходит. Поехал Радулов поговорить с Юрием Реоном. На каком интересном языке сейчас общается Радулов с Реоном? Радулов, безусловно, что-то говорит на английском, причем что-то хорошо говорит на английском, потому что это человек, который много лет отыграл не в НХЛ, но он ведь до НХЛ играл в молодежных лигах в Северной Америке. Реон, естественно, говорит на английском, как и любой культурный европеец говорит на английском практически любой. То, что Реон говорит на русском, я, если честно, не слышал, но могу поверить, что он понимает. Вот интересно, так убежденно Радулов ему так что-то объяснял. А Реон кивал. Может быть, просто кивал. Самый, наверное, вероятный вариант. Говори, говори, мол, Радулов, я внимательно слушаю, сказал финский орбит. Две минуты большинства, это шанс для «Динамо». Кто эти самые шансы у «Динамо» должен по логике воплощать заброшенные шайки? Пять шайб у Даугвинша, четыре у Пестужко, ну, я называю всех, кто есть и кого нет, то есть, кто за сезон. И четыре у Робинсона. Вот все, у кого, ну, четыре или больше, ну, кто вы еще. Три у Максима Соловьева, у Юбиляра. Три у Карсуса. Очень сложно реализовать большинство из своей зоны. Но есть еще минута двадцать. Если, конечно, такими темпами в своей зоне задерживаться, «Динамо» будут это время быстренько пролететь. Второе большинство в этом периоде, третье в сегодняшнем матче. Первое было совсем ни о чем, второе было так себе. Может быть, третий будет несколько лучше. Пока что мы снова увидим, как уверенно защитники «Динамо» контролируют шайбу за воротами Лазушина. То есть этот компонент отработан в большинстве, это на пятерку. Выход из зоны в большинстве из своей тоже отработанный. Вот получилось попасть в чужую. Если бы Глазычев сейчас забросил, это был бы, безусловно, отдельно взятый шедевр и подвиг. Но это не про большинство. То есть вот игры в большинстве «Динамо» в эти уже полторы минуты просто нет. Как таково это, что игра в большинстве предполагает попасть в чужую зону, расположиться, подготовить бросок. Вот ничего этого мы не видели. Ну, сольный забег «Волкова» был сам по себе хорош, но к большинству отношения не имеем. Через 20 секунд ЦСКА будет в полном составе. Серещенко успеет закатиться в зону, отправить шайбу. Ну, может быть, у «Динамо» даже будет какое-то количество секунд до возвращения Григоренко. А не будет. И сейчас Григоренко еще выскочит со скамеечки штрафников, если его коротко дождется. Радулов побежал, но ему надо двоих было успеть оббежать. И даже если распихивать, расталкивать, все равно двоих. Поэтому предсказуемо не получилось. 5 на 5 играют снова команды. Дауговинша приложил Панин к борту. Совместил Дауговинша с одним из главных спонсоров КХЛ. Намалеванным на борту, но более-менее Дауговин в порядке. Поднялся, покатил проточку, прихрамывая на лапку. 2.31. Остается до окончания периода номер 2. Голевые чудеса, видимо, отложили команда до третьего периода. Но опять же, матч 1-0 в этом сезоне в пользу ЦСКА уже был. Та шайба про Хоркина. Кто видел ту игру воочию или по телевизору, помнит, что игра была ничего так себе. И количество моментов было большим, чем сегодня в первом периоде. Если брать второй период, и, в общем, наверное, примерно таким же, как во втором периоде. У «Динамо» во втором периоде больше моментов, чем было первым. У ЦСКА во втором периоде меньше моментов, чем было в первом. Но и в первом, и во втором, и те, и другие далеки от образца своих лучших матчей с точки зрения количества моментов. Но уж про заброшенные шайбы мы и не говорим. Но еще играть и играть. 22 минуты – это как минимум. Потому что при разнице в счете в одну шайбу, и при том, что вообще одна шайба за почти 40 минут заброшена, вероятность овертайма, а там и буллитов, да, она присутствует прямо сейчас. Первая тройка на льду у ЦСКА. Кто против нее? Снова тройка Терещенко у «Динамо». Терещенко майора Полков, защитники Робинсон и Осипов. Спрятался Осипов, выглядывал я. Кто же там второй защитник у «Динамо»? Выигрывает бросование армейца. Сейчас на точке бросования Григоренко оказался в этой тройке. И Григоренко, и Докостов примерно с равным шансом на успех могут оказаться на точке бросования. Но только Радулову там с меньшей вероятностью стоит оказываться. Он нечасто туда и встает. Бросок немеца опасный ли? Ну, опасный для чужих ворот-то по нулям опасность. Для своих? Ну, вряд ли, потому что Киселевич страховал возможную контратаку, и хотя два «Динамо» выкатывались, даже если все для них сложилось, по крайней мере, один Киселевич был бы, а немец был бы в роли догоняющего и, наверное, имел бы шансы догнать. Но, тем не менее, так бросок немеца не был, наверное, идеальным вариантом. В атаке у «Динамо» решился на бросок Осипов. И все, пожалуй, про этот бросок. Я больше ничего не добавлю. Вот чего не хватает главному, как с гордостью говорят ЦСКА и «Динамо» про эти шесть встреч в нынешнем сезоне, дерби между этими командами. Вот если совсем честно и откровенно, то не хватает некоего личностного отношения, непозитивного друг к другу. То есть для того, чтобы существовало некое, вот, реально, дерби, мало того, чтобы команду били из одного города. И это отношение, которое было между ЦСКА и «Спартаком», совершенно однозначно, и которое, вероятно, будет, потому что, ну, если все будет хорошо и «Спартак» вернется в КХЛ, взаимоотношения болельщиков «ССКА» и «Спартака», они такого жара поддают, что и команды тоже испытывают по отношению к «Спартакам». Такую жгучую ненависть, что кучать не могут. Вот, поэтому все хорошо, как бы, с точки зрения зрительского интереса к этим матчам. Но сказать, что вот прям болельщиков ЦСКА, например, здесь сейчас в Лужниках огромное количество, и что они прям очень переживают, да нет. Понятно, что найдутся сейчас те, кто начнет вспоминать, ну, вот вы помните, что там они друг другу нехорошие слова кричали, кричалки, нехорошие всякие, инфернальные словечки, фокститесь и так далее. Но, на самом деле, вот этого момента в дерби не хватает. Может быть, оно придет. К чему я об этом заговорил сейчас? Когда оно может прийти? Вот угадайте, если вы еще не поняли, к чему я об этом говорю. Если эти команды встретятся в плей-вот. Тут дело в том, что когда «Динамо» был гегемоном, или почти гегемоном, или одним из гегемонов отечественного хоккея, в последние годы, ЦСКА им не был. ЦСКА не все 26 лет, конечно, был в забвении, но ЦСКА реально одним из лучших, если не лучшим клубом, ну, чемпионом регулярки, так значит, лучшим, правильно, стал, по сути, только в этом году, когда Федоров позвал квартального, когда сошлось одно, другое, третье, когда вот эти безграничные финансовые возможности, которые были и раньше, совместились с тем, что есть грамотный не только менеджмент, но и тренер, наконец-то, и хоккеисты, наконец-то, и все вот, все работают. Так вот, когда и где это будет? Когда? В плей-офф, если встретимся, если это будет действительно запоминающийся Рубилу из семи матчей, если это будет игра не просто плечо в плечо, а кость в кость, если будут семь матчей, вот тогда, я думаю, в следующем сезоне матчи «Динамо» ЦСКА будут восприниматься иначе. Мне действительно так кажется. А пока это, конечно, главное, как скромно говорят участники дерби Москвы, главное, но это главное дерби Москвы, потому что оно единственное. И это совершенно точно не главное дерби страны. Это просто единственное дерби Москвы. И это дерби очень сильных команд. Но в нем нет, на мой взгляд, все-таки и сегодня, и другие матчи, кто видел, вот я видел, в нем нет некой некоего оттенка взаимной неприязни, которая обязательно присутствует в больших, серьезных дерби, как это принято называть у нас. Райвелри, как это принято называть в Северной Америке. Да как угодно. Пока это пауза с выяснением, кто там был виноват и что делать с людьми, попадающими в ворота. Затянулось. Поговорили мы о том, как воспринимать это что и как. Если их сравнивать, то «Динамо» до нынешнего матча у тех и других 57 игр. Вот у «Динамо» 247 малых штрафов, а у «ЦСКА» 298. То есть разница 50 одно удаление. Если говорить о 5-минутных, то у «Динамо» 5 таких удалений, у «ЦСКА» 10. То есть вот таким образом, если переводить это в плоскость реально времени игры в меньшинстве, то у «Динамо» на 127 минут игры в меньшинстве было меньше. Ну то есть понятно, что минут будет в сумме меньше, потому что часть реализованной удалений и так далее. Но это 127 выписанных реальных штрафных минут. Вот что любопытно. Ну и еще один есть момент, в котором «Динамо» соответственно выше. Это вот третий период и овертайм. Что еще? Что еще? Игра в меньшинстве «Динамо». Собственно, вот практически полный список. Бой, как никто никуда не торопится на первой минуте третьего периода. Но вот все-таки нашел вариант с передачей Соловьев. Нашел Цветкова. Другое дело, что Цветкова искал не только он. Он искал его пасом, а армейцы искали его хитом. Традиционно любопытная реакция трибун на объявление других матчей. Нулевая реакция трибун. Нулевая реакция заполненного стадиона, которая показывает лишний раз. Вот существующий... Вот сейчас послушаем про матч Запада. Идет третий период в матче между командами «Атлант» и «Скара». Ничья 0-0. Хагиблику в Сочи себе вставят. Идет третий период. Ничья 4-4. Да, вот на самом деле показательность реакции на результаты западных матчей присутствует. Это, собственно, к тому, что у болельщиков это не менее выражено, чем в других хоккейных сферах, что Запад сам по себе, Восток сам по себе во многом. И поэтому вот на Востоке болельщики, особенно многие, считают, что им недостаточно много внимания. Но их интересуют в первую очередь свои разгорки на Западе тоже сам. Вот заполненные трибуны в Лужниках. Нулевая реакция на результаты матчей Востока и на все матчи Запада. Включая и те, которые имеют значение применимых кубковой восьмерке. Какая-то есть. Жарков, Телегин, люди, которые организовывали заброшенную шайбу. Ну, там еще и Коротков был с его передачей. Вот они сейчас пытались организовать атаку ЦСКА. Телегин поучаствовал, не набрал очков, но поучаствовал очень прилично, помешав Лазушин. Собственно, о заброшенных шайбах как о голевом чуде. Можно говорить без всяких преувеличений, потому как за 42 проведенных игры команды на такое чудо расщедрились лишь единые. Любимов в сбрасывании выиграл. Правда, это не помогло армейцам зацепиться за шайбу, потому что Жофяров ускорился в расчете на то, куда будет выигрывать Любимов, а шайба ушла с несколько в другое место. Возвращает шайбу армейцы в чужую зону. Вот Артюхин выкатил из-за ворот, пытался на дальнюю штангу сделать передачу на Жофярова. Слезка меняется по ходу, и поэтому вот тот могучий редут, который с трудом и в основном только через индивидуальные действия в средней зоне проламывают динамовцы. Он сейчас был такой более хлипкий. Вот сейчас смена к Радулову выходит его партнер Ида Коста и Григоренко. Ну, то, что Радулов выходит первым, уходит последним, собственно, не только по этому матчу, но и поэтому мы неоднократно видели, как задерживался на еще одну, а как-то раз и на две смены, правда, вынужден Александр Радуф. Должно ли Динамо добавлять в этом третьем периоде, чтобы сравнять? Ну, по логике, конечно. С другой стороны, в общем, логика, она в игровых видах спорта не всегда присутствует. Но две команды, здорово играющие в третьих периодах. Может быть, вот от этого стоит танцевать, мы увидим заброшенное решение. Плюс 24 по голам для ЦСКА в третьих периодах. и плюс 21 у Динамо. Как еще можно позвать шайбу? Вот Дедушку Морозу как там? Приходи, елочку, Снегурочка зовет, вот как заброшенную шайбу еще позвать? По третьим периодам игр без заброшенных шайб. 57 предыдущих матчей у тех и у других. По 20 раз не забрасывали в третьем периоде ни одной шайбы Динамо ЦСКА. Отсюда какая мораль? По 37 раз забрасывают. Любимым жоферов Артюхин. стройка нападения у ЦСКА. Артюхин на борту поборолся защитник Воробьев. Подключился, позволил закрыть зону, по крайней мере, на некоторое время продолжить атаку. Ну а теперь уже не получится продолжить, потому что и один защитник ЦСКА, и другой вернулись на свою тенюю линию. ЦСКА ведет в счете в одну шайбу, но это одна единственная шайба всего матча, и поэтому с точки зрения квартального, с точки зрения ЦСКА есть резон в том, чтобы сыграть еще чуточку надежды. Потому что если Динамо за 45 минут не забросит, если Динамо свободы не давать и воли в третий период, то может быть с нулем все и закончится. Были же прецеденты уже в этом сезоне. Я вот знаю, как еще можно ну так, мистически позвать заброшенную шайбу. Надо назвать тех, кто забрасывал в предыдущих пяти матчах. Здесь же было некоторое количество. В общем, немалое. Сейчас будет пауза и может быть есть смысл вернуться к тому. Как развивались матчи между этими командами? Это не удаление? Нет, это не удаление с точки зрения Гоффмана. Он так внимательно посмотрел. Рен вообще проигнорировал эпизод. Но Гоффман находился ближе, наверное, чуточку. По крайней мере, Гоффман его видел точно. Видел ли его Рен? Кто знает? Рен мудрен. Видел ли он ее? Шестая минута заключительного периода основного времени матча. Дугин вбрасывает шайбу в зону. Дугин вбрасывает, Сорокин выбрасывает. Завершать любую атаку броском предсказуемо. Ждет Динамо в обозримом будущем, а может быть и прямо сейчас. Потому что если у тебя не очень получается с атакой и если у тебя дефицит времени, переходи на то, чтобы бросать атаку сюда, откуда сможешь. Тем временем он же и немец. Вот этот приложился от души на подборе. Первым про Хоркин и бросил не ахни как сильно, но и потом дальше уже тут Телегин, я так понимаю, вошел в контакт с Лазушиным. Игру не остановили и Лазушиным еще надо было ловить шайбу. Вот он момент. Да, Телегин-то не виноват, но вот эта ситуация, если прямо в этот момент шайба попала бы в ворота, 6 минуты и 2 секунды позади в третьем периоде по-прежнему единственной является шайба от Жаркова еще из первого периода этого матча. Горовиков, изображая из себя такой не очень крупный, не архюфинского, конечно, масштаба, но все-таки ледокол едва не протаранил оборону ЦСКА, но сделать ему это было сложно. Тем не менее, он почти исправился. Ответ ЦСКА. Жарков под внимание сразу двух защитников Динамо попал и тем не менее отобрать шайбу-то у него смогли, а вот прервать атаков. Нет, Миронов попадает в глюшки и атаковая по лицу Жаркова, но, видимо, не сильно или даже не особо попадает. В любом случае это не будет иметь последствий. Седьмая минута заключительного периода основного времени. Динамо смены идет, поэтому это пока что вот такая беззубая атака. Но она уже и пока что и все, что в ней было. Вишневский разогнался, прошел до косту, пошел дальше Вишневский. Сорокин не без труда останавливает этот проход. не стоит говорить, что это был чумовой, абсолютно голевой момент. Сам момент голевой был так... Соловьев закатывается через центр. Ну и дальше начинает подключать нападающих. Подключение не особо удалось. Снова Соловьев на серо сбрасывает шайбу в зону. Динамо началась смена. Вся пятерка меняется. Подъехали на помощь Волку Сужуну, Глазачев и Дугин. Вырастет ли что-нибудь из этой атаке? Больно ничего не вырастает из-за так Динамо в третьем периоде, чтобы говорить, что прям Динамо-то должно, наверное, все-таки. Пока не похоже на это, просто потому что моментов стоит. В третьем периоде моментов стало у Динамо меньше, чем было во втором. Вот сольный рейд Вишневского, да, запомнился, а так все-таки девятая минута периода. Ну вот давайте позовем Дедушку Морозу, исполним Снегурочку, опять же, может, поможет. Назовем авторов заброшенных шайф в предыдущих пяти матчах. В недавней игре 15 февраля Динамо выигрывает на площадке ЦСКА 2-0 Мартин Шкарсумс и Каспар Дауговин. Пятого января ЦСКА выигрывает на своем ДУ Динамо 1-0 Николай Прохорхин. 14 декабря не так давно ушедшего от нас 2014 года Динамо выигрывает 2-1 Максим Карпов, Максим Карпов, Дамир Жофер. 29 ноября шесть шайб в основное время. Филипп Новок, Игорь Григоренко, Роман Любимов, Алексей Цветков, Максим Карпов, Никита Зайцев и решающий буллет Симон Хьялмас. Ну и еще пятерых я назову, потому что надо звать гол как только можно. Николай Жердев, Игорь Григоренко с Тафом Дакоста дважды и Никита Зайцев. Это победа ЦСКА 5 сентября в матче между этими командами. Ох, ох, как подстрелили-то Юрия Рена. Мне кажется, это лучший момент третьего периода на обе команды. Это, помимо гола Жаркова, вообще лучший момент матча, откровенно говоря. Матча довольно скучного и матчем между очень сильными, но не играющими на сто процентов и не умирающими на льду командами. Подстрели финского арбитра, сходи в тир. Ну, забавно. И вот то, что способно болельщиков Динамо пробудить от фитологического сна относительно результатов других матчей. Это то, что способно пробудить болельщиков всех команд в лиге, всех 27, кроме нее самой. Это, если кто-то обыгрывает СКА. Народная любовь к СКА, она не зарастает у всех других остальных клубов и по совершенно не хоккейным причинам, которые все прекрасно знают и понимают. Тем временем, ЦСКА, а не СКА, ведет в счете действующий чемпион ведет к своей победе очередной матч. Этот матч в принципе, ну, как в принципе, то есть он по лекалам, по определению подходит под описание матч упорный с маленькой разницей в счете. То есть такие так называемые closed games, которые одна-две шайбы разницы. Другое дело, что о качестве матча не говорит, а говорит просто о разнице. Это я не потому, что Динамо забросило, честно, но потому, что сколько можно было вату катать, наконец-то хоть что-то. Дайте хоккею хоть 10 минут, люди, вот теперь, может быть, при 1-1 вы начнете играть в хоккей. Люди, чемпионы и дважды обладатели кубка. Дайте нам 10 минут хоккея. Дайте их теперь. Алексей Цветков, спасибо тебе, хороший человек. Спасибо, что не все еще заснули на этом стадионе. 10-26 до конца третьего периода. Дайте хоккею чуть-чуть. Ждем хорошей игры. Хотя бы 10 минут, а не 60. Алексей Цветков, хороший ли бросок? Хороший. Виноват ли Сорохин? Очень хороший бросок. Над щитком. Не то, чтобы это никогда не берется, но это в первую очередь бросок Алексея Цветкова. А ну-ка. А ну-ка, это применимо к тому, что восьмой для Цветкова. Загрузил Алексей Цветков. Номер девятый. Номер девятый. И пошел хоккей после этого. Знаете, меня вот всегда поражало. И, кстати, ничего не изменилось тем, когда пришло большое бабло в отечественное футбол, вот реально большое, что у нас во внутреннем чемпионате самые яркие минуты это вот после девяностых. А еще иногда после восемьдесят пятый этот матч удался. Вот это из этой серии была сегодня игра в хоккей, но здесь есть все-таки не пять минут, а целых десять. Нечего оборонять ни тем, ни другим. Можно ничью пооборонять, конечно. Но я не верю. Вернее, я надеюсь, что это не так будет. И тем не менее, тезис, который я поднял, теперь только более справедлив, применимый тому, что это матчи с маленькой разницей в счете. Один-один. Вот считается, что команда, которая претендует на многое, обязана хорошо играть такие матчи. Но это логично и естественно. Так вот, у Динамо таких матчей в нынешнем сезоне было сорок два. И двадцать семь из них Динамо выиграло. Восемнадцать с разницей в одну шайбу и девять с разницей в две. У ЦСКА таких матчей было меньше, что логично, потому что ЦСКА чемпион, и ЦСКА гораздо больше матчей выиграл крупно. В пять, шесть, семь, восемь, и даже разок в двенадцать шайб надругался над несчастными словаками. Так вот, у ЦСКА таких матчей тридцать семь. Двадцать восемь из них выиграл ЦСКА. Девятнадцать с разницей в одну шайбу и девять с разницей в две. Девять минут до конца третьего периода. Динамо пытает сразу вернуться в чужую зону. Глазачев, Глазачев. Закончилась площадка на третий рикошет. Уже Глазачеву рассчитывать не приходило, и что Душа к нему вернулась. Моральный подъем у Динамо присутствует. Логично, что он присутствует, потому что, ну, забросил Динамо. То есть, если Динамо вело долго-долго, а сейчас забросило ЦСКА, наверное, моральный преимущественный психологический перевес был бы на стороне ЦСКА. Но, мне кажется, что переоценивать его тоже не стоит, потому что ЦСКА очень постарается сейчас игру в своей зоне. Упростите количество моментов соперников и свести к минимуму. Вот что получится в чужой зоне сейчас. Жафаров, Григоренко и Артюки оказались вместе. Ситуация, в которой Радулов появился на льду позже кого-то. Редкое событие. Я вспоминаю, помните момент, когда Артюкин переиграл смену, и получилось так, что из-за проброса остался на третьем. Вот был очень хороший момент с Алексеем Ковалевом в Нью-Йорк Рейнджерс. То есть, понятно, лига другая, но Ковалев наш, хоккеист известный, теперь тренер Майк Кинон, народный, народный металлург, скажем так. Вот. Так вот, Кинон тогда просто Королеву сказал, не-не, оставайся. И еще на три смены. И тут, по-моему, шесть минут тогда играл. Другое дело, что Ковалев был молод, и это его воспитывало. А Радулов на правах лидера и действительно выносливого человека, чаще всего от этого ЦСКА вред не приносит, а приносит пользу. Но иногда может быть по-другому. Это такая... Это не как обычная палка, которая... Два конца. Но это такая палка, которая все-таки есть. Второй конец, и он иногда случается. 7.45 до окончания третьего периода. Проснулись болельщики, проснулись команды. Случатся ли еще заброшенные шайбы, не факт, но, по крайней мере, хоккей стал ощутимо веселее. Карпов, человек, мачек между этими командами, накидавший шайб. И, может быть, сказать, что я воську. Первая звенется ИСКА на льду. Было на льду. Сейчас появляется Прохоркин, Муршик и Ялмарс. И ялмарс! 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 Ну, даже если бы шайба в итоге досталась Терещенко, все равно уже будет отложенный оффсайд, потому как Терещенко раньше оказался в зоне, чем шайба. Немец не смог сохранить шайбу на синей линии и приходится армейцам возвращать ее просто в чужую зону. Бондарев вбрасывает Терещенко долго, кстати, задержался. Такой партнер, кто уже все поменялись. Вот Алексей едет меняться. Ну, с учетом того, что не так давно Терещенко поправился, в общем, для него как раз переигрывает не по времени матча, а переигрывает по продолжительности смен штука такая не особенная желательная. Белосвара опередит Жаркова, опередил, не пустил таким образом динамовский защитник соперника в свою зону. Шайба все равно пришла в зону Динамо, но здесь сейчас один Телегин, вот подъехал Артюхин, подкрался Любимов, но к этому моменту Динамо, кстати, с трудом, но выбрался в своей зоне. С грехом пополам, хотя бы не под проброс. Шесть минут до окончания третьего периода. Горовиков, едва не поймал Горовикова сейчас Артюхин, но, правда, не то, чтобы поймал на силовой, если у кого поймал Артюхин на силовой, так это расколоть же можно, но мог тормознуть, и тогда мог бы быть опасный момент, потому что могли бы перехватить шайбу в армейце в чужой зоне. Попытка Динамо что-то создать в чужой зоне, Даугович упал, очень страдал, совершенно не собираюсь говорить там, как это было, удаления не было, а просто описывая, что игра уехала, вы этого уже не видели. Даугович лежал, страдал, и Рен ему так показывал, надо вставать, ничего же не было. И Даугович понял, что надо вставать. Время бежит, команды катят ковер тайб, но теперь они хотя бы катят, а не ползут. Миронов. Хотел отправить в чужую зону, шайба досталась Воробьева, подкатил Карсумс и отправил Воробьева в легкий нокдаун. Григоренко, Радулов, и Радулов. Где была шайба? Штанговала? Честно вам скажу, нет у меня стопроцентной уверенности, что это штанга была. Ну, наверное. Традиционно, в общем, для московских арен местоположение комментаторских позиций от плохой до ужасной, но в Лужниках она вот применима к нашему каналу, находится на правой половине есть в телекартинке, поэтому то, что у дальних ворот не всегда можно стопроцентно углядеть. То, что у картинки у левых, то есть то, что у правых нормально, а у левых так. Сейчас на остановке мы с вами посмотрим, что же там было наверняка. Я уверен, что режиссер трансляции Тимофей Лихачев уже подготовил захватывающих повторов кучку. Тяжная атака получилась, коротко хуже успел поменяться, вышел Любимов. Это при том, что дальние лавки были во втором периоде, сейчас-то это сложнее. Куда, как в атаке Любимов, Любимов! Любимов и Лазушев. Так. Тимофей Лихачев, обращаюсь я к вам. Нет, но это момент Любимова, это оно того не стоит. Еще раз говорю, момент с броском Радулова, вот он, да-да-да-да-да-да-да, где шайба, штанга это? Штанга. Вот он, лучший момент после того, как счет стал 1-1 на обе команды. Тимофей, самые красивые усы в ГТРК Лихачев, большое спасибо. Последние 4 минуты третьего периода. Глазачев. Казать, что он вложил шайбу в крюк Марковину, конечно, нельзя. Но и назвать это хорошим началом атаки с точки зрения приема тоже язык не поворачивается. Робинсон. Бугин. Григоренко. Григоренко на льду с Кудакостой. Артюхиным. Уронить Артюхина. Слушайте, в этой левой зоне игровой деятельности в третьем периоде случилось два ярких события. Подстрелили Рена шайбой, а потом уронили Артюхина. И в первом случае это запомнилось, а во втором случае небольшое землетрясение, оно здесь ощущалось. Небольшое, совсем маленькое. По временем Динамо пытается наковырять момент. Реально пытается и реально наковырять, потому что создать пока не выходит. В этой атаке, тем не менее, борьба на пятачке, она зачастую позволяет такие, в дословном переводе, мусорные голы создавать. Но, как бы это ни звучало не особенно красиво, эти голы такие же важные, как и те, которые какие-то шедевральные. Вот сейчас динамовцы едва не наковыряли себе момент на чужом пятачке. Две с половиной минуты до окончания третьего периода. Алексей Цветков вернул этой игре жизнь, которая ушла из нее после первой давным-давно заброшенной шайбы Жаркова. Дело не в том, что игра катит к овертайму, а дело в том, что она бьет ключом, ну хотя бы чуть-чуть. А Осипов умеет держать шайбу за воротами. Не отнять у него этого. Действительно умеет человек. Последние две минуты. Панин успел избавиться от шайбы, а от Карсумса как избавиться? Карсумс летел и припечатал его в борт по полной программе. Все это в рамках правил, очень хороший хит. Про хиты, наверное, имеет смысл, потому что есть такие герои хитового цеха и у тех, у других. У Динамо перед сегодняшним матчем, у Яны Елосвара было 122 хита, а у Мартиша Карсумса было 110 слабых приемов. Ну и у того и другого стало больше, у Карсумса точно стало больше на несколько. У ЦСКА, как несложно догадаться, тоже есть свои герои и не очень сложно угадать этого главного героя. Это автор 127 хитов и 151 минуты штрафа, то есть лидер по двум категориям в ЦСКА Евгений Артюхин. Не так давно исторически упавший в чужой зоне. Опять же, не частное событие. Вот чтобы от Артюхина отвалился кто-нибудь, отскочил, это привычно. Последняя минута третьего периода. Радулов! Нет, ну здесь, здесь уж слишком много должно было сойтись, чтобы к Радулову вернулась шайба. Он проскочил между двух и тут еще шайба ему. Раз на крюк. Бросай меня. Даже если ты, Радулов, такое чудесное время происходит. Передача Прохоркина, ну, не сложно сказать. Григоренко, она или Радулову адресовалась, но в любом случае адресовал на выход из зоны по диагонали, где двое. Продолжения не будет, потому что вот Прохоркин-то появился. Соответственно, сейчас остальные должны были появиться. И уходили Григоренко с Радуловым. Сейчас появились Эль Ялмарсон и Муршак. Динамовцы в пятером в чужой зоне. Последние секунды третьего периода. Не ограничится дело третьего периода. Не ограничится. Удивлены мы? Не то, чтобы и очень. Таким образом... Таким образом... Таким образом... И пять матчей. Теперь мы возвращаемся в Лужники, где начался овертайм. И смотрим. Последние пять матчей в Лужниках. Завершились четыре из них в овертайме или серии буллитов. То есть Динамо проиграла в серии буллитов 3-4 в ноябре. Динамо один раз вот проиграла не... После 60 минут 1-4. А до этого трижды выиграла. 2-1 по буллитам. 2-1 в овертайме. 3-2 в овертайме. То есть здесь в Лужниках встреча Динамо и ЦСКА. То, что они не укладываются в 60 минут. Вот мы смотрим с вами овертайм. Так это норма. Героев овертайма. Стоит ли назвать? Если героев, так что же не назвать? Логично. У ЦСКА Никита Зайцев. Александр Рагулов. Ставан Дакоста. Вот все три героя. В Динамо их должно быть четыре. Яна Елосвара. Дважды герой, кстати. У него две шайбы в овертаймах. И они же логично обе победные. Иначе никак не получается. Александр Осипов. Еще один защитник. А у нас всех нападающих одна шайба в овертайме. Это Каспар Сдаун. Вот в сумме четыре и получилось. Играть четыре на четыре до заброшенной шайбы далеко не всегда дает результат. Но она дает больше шансов тем, кто хочет атаковать. Это понятно и, наверное, не требует. Она дает больше шансов тем, кто быстр. И это понятно, потому что пространство больше. И она дает больше шансов тем, кто быстро и техничен. В особенности. Потому что когда ты действуешь быстро, это означает, что процент брака увеличивается всегда. Но если у тебя с мастерством все в порядке, то он увеличивается не очень сильно. Вот кто больше захочет атаковать и у кого больше найдется на этот овертайм быстро и бегущих и хорошо технически подготовленных, то ты создаст больше. Жарков, телеги! Нет! Денисов, Панин. Подставленная клюшка и шайба. Извинить-то изменила, но она никуда не ушла. Она просто упала под телеги. Робинсон ждет, пока поменяются динамовцы. Армейцы тоже меняются. Появились Радулов с Дакостой, немец и Киселевич у гостей. Так, Волков, Карпов нападающий. И Славьев с Робинсоном защитники. Но Робинсон, наверное, сейчас боит меняться. Да. И, соответственно, Елосваров появился. А что, можно и вчетвером офсайд устроить? Дело нехитрое. Середина овертайма, ну, понятное дело, при условии. То есть, при условии, что не будет гол. Если вдруг гол случится, то, соответственно, на этом все и закончится. Дугин показывает, куда вставать Соловьеву. Потому что Дугин будет на вбрасывании. Дугин и Глазачев у Динамо. Соловьев и Ялосвара. Защитники. У ЦСКА Дакоста с Радуловым. И Радулов начал так слегка поталкиваться еще до того момента, как вбрасывание было с Глазачевым. Дакоста. И защитники Киселевич и немец. Ох, когда Костя упал и прямо разозлился. По борту заехал клюшкой. Если бы арбитры очень хотели, могли бы ему сейчас дисциплинарный штраф выпустить. Радулов. Получил передачу от Радулова. Не порти ее. Вот есть великие футбольные мемы про советский футбол. Про Гаврилова. Что, не зная, что делать с мячом, дай Гаврилову. Вот хоккейный мем для ЦСКА. Получил шайбу от Радулова. Не порти момент хотя бы. Но это вот сейчас так. Не получилось не испортить. Но это с золотой бросок ЦСКА все-таки был. Ян Муршик, автор золотой шайбы ЦСКА. Которая позволила подопечным Дмитрия Квартального выиграть золото чемпионата России. Спустя 26 лет. Вот сколько лет ЦСКА не был на вершине. ЦСКА команда, которая в элитных лигах на высшем уровне. Ну, если брать серьезные хоккейные лиги. Больше ЦСКА не выигрывал никто. Две минуты до конца овертайм. Ждут ли нас с вами буллиты? Ждут ли их в первую очередь, находящихся на льда буллите? Доровяков. Закатываясь в зону, уже поднимал глаза, чтобы сделать передачу. И это стало приговором этой атаки, потому что шайба просто ушла с крюка. У капитана Динамо. Доровяков. Активный Жарков. Так произвел впечатление на опытного динамовского капитана. Затолкал его шайбу. По крайней мере, сохранил в чужой зоне на борьбу. И это борьба на борту. Чем заканчивается? Тем, что Горовяков выбрался с шайбой. И поехал меняться после этого, что логично. Только уж можно. Кокарев один в чужой зоне. Три армейца. И один Радулов маячит в районе красной линии. Рядом с ним защитник Динамо. Передает его с рук на руки. Робинсон Лишневский. А вот сейчас Радулов. Вот сейчас любопытный момент был с точки зрения. Вот чем он заканчивается этот самый момент. Чем он был любопытен? Оба защитника Динамо передавали. И Робинсон с Вишневским друг другу Радулова. Который в районе красной линии и чужой синей линии маячил. Ожидая возможный пас. Затем Радулов вслед за защитниками прикатил в свою зону. Защитники столько-то поучаствовали в атаке. И Радулов смекнув это, тут же рванул. Рванул. И это ничем не закончилось, кроме момента. Динамо. Динамо за 31 секунду до конца овертайма показывает, что не хочет играть Буллиты. 2-1 в этом матче. Не спровержен. Новоиспеченный чемпион страны. Таким образом, динамовцы выиграли 2-0. Недавно на льду ЦСКА. И выигрывают второй раз подряд. Это была последняя игра между этими командами в регулярном сезоне. Вполне возможно, если и те, и другие на своем уровне отыграют в стартовых раундах плей-офф. Их встреча дальше неизбежна. Яна Ялла Свара в овертайме. Я вам говорил, дважды герой Динамо. Трижды герой Динамо теперь Яна Ялла Свара. Три шайбы в овертайме. Три, естественно, все стали победными. Будем мы еще дожидаться, как я понимаю, как подсказывают мне шаблоки. Еще один редактор сегодняшней трансляции, Константин Курочкин. Будем мы с вами смотреть повторы всех трех заброшенных шайб, наверное. А чего же еще смотреть? Я пока потихонечку поблагодарю всех, кого стоит благодарить. Денис Десюк, редактор вот здесь, на Лужниковской арене, Константин Курочкин, на Шабловке. Замечательный режиссер наш Тимофей Лихачев. Уйма народу, которых хотелось бы назвать, но если назову еще хоть кого-то, но будет обидно другим. Поблагодарим ведущих «Большого спорта», которые с Александром Кожевниковым общались в перерывах. Поблагодарим Дмитрия Лукашева, который здесь брал интервью. И поблагодарим команды за то, что они далеко не свой лучший матч отыграли, но все-таки отыграли. Три заброшенные шайбы. Владимир Жарков, автор первый. Это первый период. И эта шайба как предопределила преимущество ЦСКА, так и погасила у тех и других команд эмоции минут на 30, наверное. И все же в третьем периоде Алексей Цветков нашел сам себе путь в чужую зону. И броском вынудил капитулировать Илью Сорокина, который уверенно играл, как и его визавей Александр Лазушин в этом матче. Игра перетекла в овертайм и палочка-выручалочка Динамо в овертаймах. Человек, забросивший в овертайме третий раз в нынешнем сезоне Яны Ялосвара. Тут причем, что важно, третий раз при всего пяти шайбах. Яна Ялосвара, автор победной шайбы московского Динамо, со счетом 2-1 Динамо выигрывает у ЦСКА. И теперь, наверное, уже мы должны с вами прощаться, жду я. Разрешили мне с вами попрощаться? Что же? Я прощаюсь с вами. Ваш комментатор Александр Ткачев, что мне осталось сказать вам? Болейте на здоровье!